Итак, на протяжении вот уже почти месяца я тестирую сравнительно новую мышь от LAMZU, LAMZU Maya. На данный момент это их самая лёгкая игровая мышь. Но значит ли это, что она лучшая? Есть ли какие-нибудь особенности, помимо малого веса, которые могут привлечь геймеров и мотивировать к покупке? Ответ на этот вопрос, да, есть. Вот радует меня подход LAMZU к упаковке. Понятное дело, что вся эта красота не бесплатная, но это тот самый случай, когда за приятный экспириенс не грех заплатить. Сразу понимаешь, что купил топовую вещь. Но красота это, как говорится, не главное. Что по комплектации? Смотрите сами. В прикольном мешочке из микрофибры находится полупрозрачный переходник с Type-A на Type-C, мягкий паракордовый кабель с уже знакомым нам изогнутым коннектором и документация. Далее набор запасных, качественных тефлоновых ножек, наклейка на дно и полноценный сет грипсов. Если бы ещё вместо обычного донгла на 1000 Гц положили быстрый 4К донгл, было бы вообще круто. А так, просто хорошо. И вот сама мышь. Я заказал серую версию, однако есть ещё белая, чёрная и кислотно-красная. Не знаю, как дела обстоят у других версий, но серая мышь неимоверно цепкая. Это буквально самое первое, на что обращаешь внимание. У Lamzu Thorn покрытие и так было более цепким, чем у большинства мышек. Но тут покрытие не просто цепкое, оно буквально липнет к рукам. Сцепление феноменальное, и неважно, сухие у вас руки или влажные. Обратной стороной медали такого покрытия является маркость. Мышь легко собирает отпечатки и всякую грязь ваших пальцев, и после потной катки может выглядеть так, будто вы её не протирали пару месяцев. Поэтому приготовьтесь иметь при себе тряпочку. Следующее, что хотелось бы отметить – сборка. Мой экземпляр собран без преувеличения идеально. Я даже удивлён, что такая лёгкая и небольшая мышь вообще не скрипит и не люфтит, даже если её сильно сжимать. Это ещё и с учётом фирменного дырявого дна. В общем, инженерам респект. А вот за всё ещё явный сайт тревел основных кнопок – дизлайк. Это, конечно, не столь критично, но всё же. Пре и посттревела почти нет. Но это только если кликать посередине клавиши. Если же нажимать на конец, то появляется ощутимый посттревел, из-за чего клик становится слишком мягким. Клавиши довольно тонкие, поэтому это неудивительно. Но так как мышь изначально заточена под когтевой или пальцевый хват, эта проблема затронет немногих. Сам клик короткий, чёткий и тихий. Хорошо зарекомендовавшие себя свитчи Huanu Blue Shell Pink Dot тут отлично реализованы. Разница с оптическими свитчами LAMZU TORN заметна как в ощущениях, так и в звуке. Нельзя однозначно сказать, какие свитчи лучше. Но, кажется, для игр пингдоты будут предпочтительнее за счёт более короткого и лёгкого клика. Колёсико меня прям порадовало. Несмотря на одинаковый SLAMZU TORN энкодер, скролл более чёткий и упругий. Колесо Торна при активной прокрутке начинает похрустывать, да и в целом звучать как-то дёшево. А вот у Майи с этим всё хорошо. Отсечки ощущаются лучше тоже на LAMZU Maya. В общем, за реализацию колёсика 5 баллов. Им приятно пользоваться. Боковыми кнопками, увы, пользоваться уже не так приятно. Нет, они неплохие, но их исполнение не дотягивает до уровня Торна. То ли за счёт формы, то ли за счёт внутренней конструкции, кнопки нажимаются не так упруго. Небольшой pre- и post-travel, как и дребезжание при активном кликанье, имеется. Если у Торна кнопки реализованы на 9 из 10, то Maya получает 7 баллов. Что же до автономности, то она здесь немного лучше, чем у Торна, несмотря на одинаковую ёмкость аккумулятора. Возможно, оптические свитчи потребляют больше энергии, или сам аккумулятор тут качественнее. В любом случае, на неделю обычного использования мыши точно хватает. А теперь, когда обсудили техническую часть, предлагаю поговорить об ощущениях. Поначалу форма очень непривычная и даже неудобная. После релакса на ламзу Торн с его ладонным хватом, переходить на более мелкую Maya с пальцевым хватом было неприятно. Но спустя неделю я полностью привык к новой мышке. За счёт невероятно цепкого покрытия, небольшого веса и коротких, лёгких кликов, эта мышь ощущается как более точная. Я даже решил проверить свои догадки в Aim Trainer, и оказалось, что это действительно так. На ламзу Maya мне стабильно удавалось набирать больше поинтов при лучшей точности. Поэтому для игр Maya однозначно подходит лучше. Но знаете в чём прикол? Как только я закончил её тестировать и пересел на Торн, я вновь получил такой кайф от формы и удобства, что точность, скорость и меньший вес уже не имели значения. Maya безусловно отличная мышь, уверен лучше многих других. Но нужно учитывать её особенности. Мне кажется, что она сугубо игровая. С ней вы получаете цепкое, но при этом маркое покрытие, короткие клики, чёткое колёсико и, что самое главное, точность. Она никаким образом не будет ограничивать ваш скилл. Скорее наоборот, поможет его раскрыть. Но это всё ценой удобства. Ведь при пальцевом хвате, как ни крути, рука напрягается больше и быстрее устает. Если вас это не страшит, и вам нужно что-то для максимальной производительности в играх, то Maya отличный вариант. Если же нужно что-то более универсальное и удобное, то советую обратить внимание на Lamzu Thorn.